Имя Потапа известно миллионам людей во всем мире. Сегодня он руководит собственным продюсерским центром, снимает клипы с самым популярным артистом и ведет масштабные музыкальные мероприятия. Написанные и исполненные им песни звучат на лучших радиостанциях Украины, России и СНГ. Настоящее имя артиста – Алексей Потапенко. Родился 8 мая 1981 года в столице Украины – Киев. О карьере певца он не мечтал, и это неудивительно. Его отец Андрей Алексеевич военный, а мама Людмила Анатольевна – профессиональная спортсменка, чемпионка мира по подводному плаванию в эстафете. Ребенок таких родителей с раннего детства привык к дисциплине, благодаря чему его характер стал таким, каков он здесь сегодня. Музыкант популярен и в Украине, России и за рубежом. Еще в детстве Потап проявил интерес ко многим сферам жизни. С юных лет занимался плаванием и водным полом и заработал звание мастера спорта. Писал песни и стихи. В 13 лет он даже попробовал записать первые композиции. Только родители считали это увлечение сына несерьезным. По окончании школы Алексей стал студентом Киевского университета физического воспитания, где успевал совмещать учебу и игру в университетской команде КВН. После вуза Потапенко светила карьера тренера или учителя физкультуры, но отец настаивал на продолжении образования и сын послушался. На этот раз парень поступил в Киевский экономический университет и стал магистром экономических наук. Однако Алексей Потапенко не выбрал для дальнейшей жизни ни ту, ни другую профессию, решив связать судьбу с музыкой. В студенческие годы Потапенко свободное время посвящал написанию песен, участвовал в музыкальных проектах. Первое время эта деятельность не приносила Потапу доходов, но все же он решил посвятить себя шоу-бизнесу. Вскоре немало упорства, настоящая любовь к музыке и стремление к известности дали результаты. В 1997 году Потапа организовал первую группу. Он тогда еще не читал рэп, отдавая предпочтение хард-року. В 2003 году Потапенко презентовал первый сольный альбом под названием «На своей волне» или «Оно, конечно, потому что шош». «Приобретя успех, я боялся потерять его. Позже я понял, что музыка настолько прекрасная штука, что только сам творец, который дал тебе этот талант, сможет его забрать», – заявил артист. Переломным творческой биографии Алексея Потапа стал 2006 год. Этот год рождения проекта «Потап и Настя». Алексей, будучи довольно известным исполнителем, решил записать новую песню с девушкой и начал искать вокалистку, которая смогла бы спеть припев его новой композиции. Знакомый порекомендовал Потапу созвониться с Настей Каменских. Тогда никто не думал, что разовый дуэт превратится в очень успешный музыкальный проект. Прошел год, и на фестивале новые песни о главном, исполнители стали лауреатами. Дуэт исполнил хит «Не пара», который мгновенно стал лидером чартов. Исполняя эту песню, а также шлягер Софии Ротару Хуторянко, ребята победили в конкурсе «Пять звезд». В 2008 году вышел их дебютный альбом «Не пара». В 2009 увидел свет второй альбом под названием «Не люби мне мозги». Включающий треки «На районе», «Новый год», «Чипсы, чипсы, лавандос». В том же 2009-м настоящий взрыв популярности вызвал свежий хит «Чумачечая весна». Песня играла в буквальном смысле отовсюду. Коллектив двигался к новым вершинам и завоевывал награду за наградой. Спустя пару лет совместной работы и выпуска свежих хитов Потап и Каменских собрали все музыкальные награды на постсоветском пространстве. «Золотой граммофон», «Песня года», «Ру-Ти-Ви», «Премия Муз-Ти-Ви», «Песни, если вдруг тебя не станет» и «Мы отменяем конец света» прозвучали в сериале «Дневник доктора Зайцевой». В 2013-м поклонники дуэта Потапа и Каменских увидели третий альбом любимых исполнителей. Все пычком. Одноименная песня получила премию «Золотой граммофон-2014» и долго держалась наверху музыкальных чартов вместе с новым хитом «Уди-Уди». В 2015-м году дуэт привлек к себе еще больше внимания, презентовая совместный трек и клип с популярной R&B-исполнительницей Бианкой «Стиль собачки». Потап предстал в образе пациента-психотерапевта, которому мешают необузданные видения и фантазии. Вскоре Потап и Настя записали еще ряд запоминающихся композиций – песни «Ядовитая любовь» и «Кончиками пальцев», которые составили контраст совместному с Бианкой треку своим романтическим настроем и некоторой лиричностью. Дуэт, созданный Потапом, официально признали самым популярным из гастролирующих дуэтов страны. Количество их концертов и приглашений выступить такое, что певцам завидовали многие известные артисты. Проект ставил все новые рекорды посещения концертных площадок. Визитной фишкой Потапа и Насте стали непроизносимые или наоборот простые, инфантильные, странные и забавные названия песен. Как придуманные самими музыкантами, так и взятые из сленговой лексики. Чумачища весна, чундра-чучундра, бум-ди-ки-бай, Уди-Уди, Ру-Ру-Ру и многие другие. Эти названия зачастую являлись рефреном песни, дают критикам возможность обвинять музыкантов и их творчество в глупости и поверхностности. Поклонники же восхищаются смелостью певцов. В 2010 году Потап открылся продюсерский центр «Мозги Интертеймент», который кроме дуэта Потап и Настя представляет и группу «Время и стекло». Потап не только продюсер. Также Алексей пишет песни, сценарии, выступает режиссером клипов и является неисчерпаемым источником креатива команды «Мозги Интертеймент». Как исполнитель Потап выступает не только с Каменских, но и с одним из участников проекта «Мозги». А с «Время и стекло» он записал совместный сингл «Слеза» и снялся в одноименном клипе. Компания создает клипы не только для продюсерских проектов Потапенко, но и для других популярных артистов, среди которых Зара, Диана Курская, группа 3002, Саша Коган и многие другие. Вскоре Потап вместе с Вадимом Лисицей основал студию звукозаписи «Мозги Фокс Студиос». Там создано больше ста хитов и поддерживается многолетнее сотрудничество с популярными артистами. Сейчас Потап занят построением собственной музыкальной карьеры. Параллельно охотно делится своими знаниями и умениями. В 2015 году певец стал наставником во втором сезоне украинского шоу «Голос. Дети». Конкуренцию музыканта составили Тина Кароль и Наталья Могилевская. Потап выступает членом жюри не только на музыкальных, но и на юмористических шоу. В том же 2015 певец стал тренером в новом юмористическом проекте «Лига смеха». В 2016-м Потап вновь стал наставником уже в третьем сезоне шоу «Голос. Дети». В 2017 году музыкант участвовал в третьем сезоне «Лиги смеха» в качестве бессменного тренера. Вскоре певец объявил, что участники дуэта Потап и Настя взяли паузу в совместных выступлениях. Инициатива исходила от Алексея. «Мы стали уже немного пробуксовывать. Какие-то модные чуваки пошли мимо нас делать модные проекты, а мы уже и не понимаем, как это все с Баяном. Поэтому мы решили, посмотрим на нас со стороны и подумаем, вернуться ли нам, и когда вернуться, и с чем вернуться. Настя взялась за сольную карьеру». Опасения, что друзья превратятся в конкурентов, не оправдались. Потап и продолжал опекать Настю, выступающую под именем НК, как продюсер и писать для нее песни. Певец изменил привычный стиль. Если под старые композиции отплясывали семьями, то новые получили возрастные ограничения 18+, из-за обилия ненормативной лексики. У артиста и продюсера профессиональная карьера сложилась удачнее личной жизни. Первая жена Потапа Ирина Горовая. Продюсер в 2014 году Алексей и Ирина подали на развод. Потап признался в прессе, что это не сиюминутное решение. Супруги несколько лет не живут вместе. У певца и его жены уже давно личная жизнь не семьи. Музыкант даже надеялся, что новые избранники поладят между собой после знакомства. Бывшие супруги общаются, расставание не повлияло на деловые отношения пары. Продюсер и коммерческий директор продолжали совместную работу по продвижению групп. Оказалось, что супруги не жили вместе пять лет и только в 2014 году официально развелись. Расставание Потапа и Горовой не было громким. Им удалось обойтись без скандалов и разделения имущества. Сына артиста остался жить с матерью. Алексей старается уделять все свободное время сыну. По словам бывших супругов, ребенок достаточно легко перенес расставание родителей. Ведь Потап и раньше часто не бывал дома, когда находился на гастролях. Сын Андрей Потапенко родился 6 сентября 2008 года. В семье Потапа есть обычай называть мальчиков именами Андрей или Алексей. Супруги решили назвать сына Андреем. Заявление о разводе породило множество слуха по поводу новой возлюбленной музыканта. И первой кандидатурой на роль девушки, с которой музыкант так долго и тально встречался, стала его неизменная коллега Настя Каменских. Часто соведущей Потапа на светских мероприятиях выступала Настя, потому музыканты постоянно появлялись вместе. Артисты гармонично смотрелись. Миниатюрная Настя и высокий Потап, рост которого 195 сантиметров. Масло в огонь подлили слова матери Алексея, назвавшей Настю музой сына. Артисты даже худели вместе. Как впоследствии писалось в посвященных дуэту статьях, сейчас Настя и Потап выглядят лучше, чем в молодости в начале карьеры. Потап сменил имидж, избавился от бороды, который до этого окрашивал кислотные цвета. Фанаты встретили преображение кумира с восторгом, сочли, что артист выглядит моложе и похож на голливудских знаменитостей. Кроме того, пара опубликовала снимки с отдыха в Майами и поклонники уже тогда убедились, что встреча бывших участников дуэта в одном месте отнюдь не случайность. 23 мая 2019 года официально Потап и Настя подтвердили свои отношения, признавшись, что именно на этот день у них назначена дата свадьбы. В столь волнительный день Настя призналась в своих чувствах, а Потап презентовал новый клип на песню Константа, в котором впервые искренне рассказал о любви к Анастасии. В 2018 популярный рэпер представил результат коллаборации с не менее популярным исполнителем Олегом Винником. Песня «Найкращий день» стала саундтреком к фильму «Скажи на веселье». Кинематограф для певца не в новинку. Вместе с Лаймой Вайкули, Аней Лорак, Тимати и еще рядом коллег Алексей снялся в мюзикле «Красная шапочка». В том же 2018 певец выпустил детскую книгу «Пан Ежак». Потап продолжает писать песни для Каменских. Он вновь взялся за поиск молодых талантов в шоу, «Голос страны». И без ложной скромности заявил, что создатели передачи, приглашая его в наставники, получают не просто украинскую звезду, а продюсера международного уровня. Потапа приглашает в телевизионные проекты, как неподражаемого ведущего, строгого и неординарного музыкального эксперта. Он с легкостью отпускает колкие шутки в сторону самых известных звезд и восхищает эпатажными выходками. Нынешняя слава и признание не свалились на Потапа в один день. Мало кто знает, скольких усилий, упорства, труда, спорта, диеты и терпения стоил сегодняшний успех. Неоспоримо, это действительно талантливый, уверенный и успешный певец, музыкант, продюсер, ведущий в разных популярных проектах, музыкальный эксперт, уверенно идущий к своей цели. Пожелаем Потапу новых интересных проектов, новых хитов, семейного уюта, душевного тепла, здоровья и продолжения династии Потапа в новой молодой семье.